На территории нашего города-курорта не допущено проявлений террористической направленности. Все праздничные дни прошли спокойно, без происшествий. Я благодарен всем, кто участвует в этой работе. Отметил на заседании Антитеррористической комиссии Совета Безопасности глава курорта Сергей Сергеев. О предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности отчитался замглавы Сергей Козлов. С 30 декабря было организовано круглосуточное дежурство по городу, состоящее из 17 групп. В них принимали участие сотрудники полиции, казачество, общественность. Усилена охрана и пропускной режим в аэропорту, ЖД и автовокзалах. Проведен подробный инструктаж с водителями автобусов и маршрутных такси на предмет угрозы теракта. Механики тщательным образом проверяли пассажирские салоны, багажные отделения и моторные отсеки. На охрану общественного порядка было очно выходов на дежурство 3291. Из них сотрудников отдела МВД по городу-курорта Анапа 1443, транспортной полиции 225, ФМС 30. Казачество 735, муниципальных служащих 382, общественных объединений 566. За 14 дней в дежурную часть полиции доставлено 437 человек, раскрыто 16 преступлений и составлено 1352 административных протокола, из которых 6 касались нелегальных мигрантов. Все они были выдворены за пределы России. В продолжении темы глава курорта Сергей Сергеев отметил, контролируемого въезда в город нет, а создать его нужно. Поручить руководителю роты ДПС провести вот эти мероприятия и плюс сюда включить нашу помощь со стороны казачьей дружины. Вторым вопросом повестки дня стало обеспечение безопасности анапчан на воде во время праздника Крещения Господня. Купаться в море, в сочельник в городе-курорте стало уже доброй традицией. Для этих целей создано три места. Это пляж Малая Бухта, пляжи 40-летия Победы и станицы Благовещенской. В прошлые годы проблемы в плане организации безопасности были, говорит начальник управления по связам с общественностью Валерий Королев. В прошлые годы были проблемы с обеспечением прибытия скорой помощи, нахождение ее в месте купания. В том числе освещение было плохое и не было решено вопрос обеспечения жителей чаем и выпечкой. В этом году недочеты будут исправлены. На всех объектах у спасателей будет автономное освещение дополнительное и необходимое снаряжение. Общая численность привлекаемого личного состава составляет 20 человек. В заключении совещания МРАНАПы Сергей Сергеев еще раз подчеркнул, главная задача остается прежней. Это недопущение террористических проявлений на территории города-курорта. Все должны работать в унисон, как единое целое. Спокойствие и порядок в Анапе должны быть обеспечены. Светлана Авилова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.